20 января 2022 года, когда собрались гости на свадьбе, они желали молодым долгих лет счастья. Этим пожеланиям не суждено было сбыться. Алсу и Тимура не стало уже через три дня. Меликес – небольшое село в 20 километрах от набережных Челнов. Тихое и спокойное место, где живет около тысячи человек. Недостроенная церквушка, двухэтажная сельская школа на 200 человек, дом культуры – вот и все достопримечательности. Большая часть населения – крещеные татары, или, как их тут еще называют, кряшины. Тимур с родителями и братом переехали в Меликес из набережных Челнов много лет назад. Начали строить свой дом тут. По отзывам соседей, это была очень трудолюбивая семья. Когда строились, кирпичи таскали все – и взрослые, и мальчишки помогали. В деревне так принято – детей с детства приучают к труду и помощи старшим. Еще школьником Тимур во время летних каникул подрабатывал на ферме. После школы армия вернулся и стал трудиться каменщиком вместе с отцом. Трагедия в дом Прохоровых пришла, когда сыновья еще учились в старших классах. Заболела мама. Женщина сгорела от рака за несколько месяцев. Семья тяжело переживала утрату, но когда отец женился во второй раз, мальчишки тепло встретили мачеху. Судьба Алсу чем-то похожа. У нее тоже был лишь один из родителей, а в Меликес девушка со старшим братом Русланом переехала, когда мама вышла замуж во второй раз. Как в семье Прохоровых радушно встретили мачеху, так и у Алсу с отчимом были прекрасные отношения. Когда в школу пришла новая девочка, она сразу приглянулась Тимуру, хотя он был на несколько лет старше. Я уже рассказывала историю Ульяны Мальцевой и Виталия Тимченко, и тогда многим не понравилось мое замечание о разнице в возрасте. Алсу младше Тимура на 4 года, точно как и в той истории. Может это и немного, но только не в школьные годы. Впрочем, каждый может остаться при своем мнении. Вернемся к истории. Первые совместные снимки Тимура и Алсу появились в социальных сетях в 2019 году, но отношения между молодыми людьми точно завязались гораздо раньше, потому что когда девушка заболела, Тимур уже был рядом. У Алсу стали отказывать почки, лечение не помогало, и в 2018 году пришлось делать операцию по пересадке. Донором стала мама. 8 месяцев в больнице в Казани и все это время, кроме семьи, девушку поддерживает Тимур. «Зачем я тебе такая больная нужна?» – спрашивает Алсу его. «Ничего, вместе все переживем, вместе победим», – отвечает Тимур. Мама девушке рассказывает. «Мы вместе ездили в Казань. Сколько раз он ее в больнице возил, всегда был рядом». Да, что ни говори, а любовь познается в беде. Алсу, несмотря на юный возраст, очень уравновешенная и зрелая личность. По словам мамы, порой женщина даже думала, что дочка мудрее ее самой, своей матери. Каждое слово у девушки обдуманное, каждый поступок взвешенный. Она мечтала стать экономистом, но из-за болезни пришлось пропускать занятия в школе, сдать выпускные экзамены толком не вышло, а без хорошего диплома куда пойдешь учиться. Алсу заканчивает курсы по наращиванию ресниц и маникюру, а Тимур во всем ее поддерживает. «Будешь моей бизнесвумен», – говорит. Они, кажется, действительно очень друг к другу подходят. Оба воспитанные, спокойные. Еще в школьные годы Тимур занимался танцами в местном доме культуры. И когда в 2018 он вернулся из армии, а Алсу готовилась к операции и нужны были деньги, директор того самого дома культуры при поддержке жителей села организовал благотворительный концерт. В нем участвовал и Тимур. Все соседи радовались за пару, когда они решили пожениться. Летом 2021 года провели церемонию Никаха. Я смотрела фото и прямо-таки любовалась ими. Какие же все-таки красивые. Алсу публиковала снимки, подписывая их. Давай всегда смотреть друг на друга такими влюбленными глазами. Отец и брат Тимура переехали в Набережные Челны, поэтому после традиционного обряда молодая пара живет самостоятельно в доме супруга. Гражданскую церемонию откладывают на полгода. Расписались 20 января. В Меликес съехались друзья и родственники. Мама Алсу, поднимая тост за молодых, сказала, что очень благодарна зятю за любовь и заботу о дочери. И рада, что ее девочке повезло встретить такого доброго и чуткого человека. Она приняла Тимура как родного сына, а тот уже давно называл ее мамой. Гуляния растянулись на несколько дней. Сначала отмечали с родственниками, на следующий день с друзьями. Гости стали разъезжаться лишь к вечеру субботы 22 января. В доме оставались только молодожены и родственница. В некоторых статьях пишут, что Сабрина – двоюродная сестра Алсу. На самом же деле Алсу приходилась девушке-теткой, хотя они и были почти ровесницами. 23 января мама Алсу проснулась в 5 утра от дурного предчувствия. Ей приснился странный сон, будто Тимур передает несколько монет, а на вопрос, зачем ей мелочь, зять промолчал. Всего лишь сон, но сердце матери было неспокойно. Через несколько часов женщина звонит Алсу, но дочка не берет трубку. А тем временем на трассе М7, на стоянке у придорожного кафе Тургай, внимание дальнобойщиков привлекла Лада Приора. Кто-то из проходивших мимо заглянул в салон автомобиля и ужаснулся. На переднем сидении был труп с простреленной головой, а рядом два охотничьих ружья. Это был Тимур Прохоров. Сотрудники полиции направляются в село Меликес, чтобы сообщить о произошедшем родственникам. Однако во дворе дома за высоким забором встречают своих коллег, которые приехали сюда по вызову родителей. Не дозвонившись дочери, мама Алсу отправилась туда, где накануне отмечали свадьбу, и увидела невыносимую картину – бездыханные тела Алсу и Сабрины со множественными колото-резанными ранами. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц». Главным подозреваемым сразу стал Тимур. По версии следствия, события разворачивались так. Мужчина развозит гостей, затем возвращается домой, где по какой-то причине происходит ссора с супругой. Тимур садится в свой автомобиль и посреди ночи едет в набережные Челны к массажистке, которая принимает на дому. Там он насилует 47-летнюю женщину, затем возвращается домой, убивает спящих жену и ее племянницу, взламывает сейф отца, берет из него два ружья, после чего уезжает и заканчивает жизнь самоубийством на стоянке у трассы, где его нашли. Это если коротко. Ну а подробнее давайте попробуем разобраться. Действительно, 23 января в полицию обращается женщина с заявлением об изнасиловании. Она массажист, принимает в съемной квартире. Думаю, не стоит говорить, что круглосуточный прием клиентов наталкивает на мысли о том, какой именно там массаж делали. Вероятнее всего, мужчина, который, по словам потерпевшей, надругался над ней, просто отказался платить за услуги. Был ли это Тимур? Следствие утверждает, что да. Вот только информация о том, когда он приезжал за особенными услугами, разнится. Где-то пишут, что сразу после убийства, в других источниках, что до. А ведь если допустить, что это действительно был Тимур, то время очень важно, чтобы понимать его мотивацию. Но давайте вернемся к этому моменту чуть позже. Мог ли хороший мальчик Тимур вообще пойти на такой чудовищный поступок? В сухих отчетах Следственного комитета говорится, что убийство произошло на почве личных неприязненных отношений в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Никаких результатов экспертиз, подтверждающих наличие тех самых запрещенных веществ в крови мужчины, опубликовано не было. Однако в сети пользователи стали выдвигать свои предположения. Несколькими годами ранее Тимур потерял мать, которая ушла от рака. В доме могли остаться какие-то сильнодействующие обезболивающие препараты, побочный эффект от которых может быть разным. Кто-то писал, что один из таких препаратов часто употребляется людьми с зависимостями. Что же до реальных фактов, а не предположений, то достоверно известно следующее. Алсу в последний раз заходила в социальные сети 22 января в 19.47. Кому-то это показалось странным, потому что в доме в это время еще были гости, мол, почему она сидела в социальных сетях, а не праздновала. Я, если честно, не вижу в этом ничего удивительного. Может, кому-то фото отправляла или пришло уведомление о новом сообщении. Мало ли. Гости разошлись поздно. Уже после полуночи девушка пишет подруге. Ушел провожать и что-то пропал. Тимура не было долго. В 2.40 Алсу отправила свое последнее сообщение той же самой подруге. Он пришел. Спать ложимся. Все хорошо. Спасибо за помощь. Сложно сказать, о какой помощи идет речь. Может, Анна помогала как-то Алсу разыскать супруга, кому-то звонила из знакомых. А может, речь об организации праздника. Впрочем, важно то, что, судя по сообщению, в этот момент все хорошо. Что было дальше, неизвестно. Больше девушка ни в социальные сети не заходила, ни на утренние звонки матери она уже не отвечала. На странице в социальной сети Тимура же значится последний визит 23 января в 7.03 утра. По версии следствия, к этому моменту обеих девушек в живых уже не было. Можно, конечно, предположить, что посреди ночи кто-то ворвался в дом, убил девушек, насильно увез Тимура, а потом застрелил его в машине. Похититель мог и в телефон парня заходить, чтобы что-то там посмотреть или удалить из него. Но видеозаписи, изъятые с камер наблюдения, установленных на соседнем доме, показали, что после возвращения Тимура в ту ночь, к дому больше не подъезжали автомобили и во двор никто не заходил. Сам же Прохоров, опять-таки, судя по записям, утром сел в свою машину и уехал. Полиция больше не искала преступника. Для следствия было предельно ясно, кто совершил убийство. В качестве мотива рассматривалась ревность. Однако с этим не могли согласиться ни родственники, ни знакомые пары. Соседка, знавшая Тимура с детства, рассказывает. «Жили они вместе около года до того, как расписались. Ни ссор, ни конфликтов я не видела. Не кричали, не ругались никогда. Музыка, да, бывала, громко играла. Но это же молодежь. В эти дни вот тоже шумели, праздновали». Родственник же Тимура признался, что, конечно, ругались они иногда. Но не больше, чем любая другая пара. «Он хороший парень был», – рассказывает мужчина. «Не буду говорить, что конфликтов не было, они в любой семье есть. Но чтобы такое сотворил? Нет, никогда. Даже руку никогда не поднял бы. Это просто бред. Чтоб не разбираться, сейчас все повесят на него, и все, дело закрыто». И добрых слов о Тимуре много. Все повторяли, что не верят в его вину. Не только родственники и друзья парня, но и родня Алсу. «Камера не показывает выезд из ворот. Крыльцо. Она направлена на дорогу», – говорит мама девушки. «Там не может быть видно, как Тимур выходит из дома. И один ли он?» Судя по такому заявлению, ту самую запись, на которую ссылались полицейские, не только не обнародовали, но не показали даже родителям. «Я уверена на сто процентов», – продолжает женщина, – «что это преступление совершил не Тимур. Это было мое желание похоронить их вместе, потому что они были неразлучны. Их отношения развивались на моих глазах. Я же почти каждый день к ним ходила, звонила, писала, всегда спрашивала дочку, все ли у них хорошо. Она всегда отвечала, что все хорошо, что Тимур ее обожает и относится с уважением. Мой муж тоже считает, что это не может быть Тимур. Они же понимали друг друга с полуслова, с одного взгляда». Проводить Алсу и Тимура в последний путь, кажется, пришло все село. Их похоронили рядом. Тело Сабрины же родители увезли в родной Ижевск. 26 января, спустя три дня после произошедшего, в сети появилось заявление отца Тимура. Мужчина говорил, что по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле парня было много гематом, что может означать одно – сначала его избили, а уж потом застрелили. Кроме того, было указано, что в автомобиле нет следов крови. Вероятно, в машину усадили уже мертвое тело, а сама расправа произошла в другом месте. Фотографий автомобиля нет в сети, поэтому сложно сказать, насколько эта информация правдива. А вот что касается результатов экспертизы, представитель следственного комитета опровергли, что были зафиксированы какие-либо побои. Выстрел в подбородок также Тимуру было удобно совершить самостоятельно. Если бы это было убийство, вряд ли из ружья стреляли бы снизу. Что могло Тимура подтолкнуть такого любящего и заботливого на преступление? Помните, я говорила, что в разных источниках противоречивая информация относительно того, когда мужчина посетил жрицу любви. Если это произошло до преступления, например, в то время, когда Тимур пропал, отправившись провожать друзей, и Алсу его разыскивала. Тут разные варианты. Зачем-то он туда поехал, сразу после свадьбы. Мог что-то узнать об Алсу от друзей прямо во время праздника, или приревновать к кому-то, решил отомстить, когда вернулся или сам признался, или девушка как-то догадалась, завязалась перепалка. Если же так называемую массажистку Тимур посетил уже после преступления, то такое поведение, если честно, вряд ли можно назвать адекватным. Возможно, он действительно был под чем-то. Но что, если и не ревность, и не запрещенные вещества? Вот что говорит клинический психолог о случившемся. Версия с запрещенными веществами могла бы снять вопросы о мотивах. Но действия молодого человека были слишком осмысленными для такого варианта. Все действия Прохорова выглядят как попытка думать наперед. Преступление может быть совершено на фоне сильных переживаний в состоянии аффекта. Но вот дальше наступит период бездеятельности, когда преступник забьется в угол, начнет плакать, осознав произошедшее. Ему не будет важна собственная дальнейшая судьба. Выйти из состояния аффекта и решиться на еще одно преступление нетипично для человека со здоровой психикой. Мужчина мог страдать расстройством личности. Подобный диагноз часто ставят людям, которые кажутся окружающими, хорошими и добрыми, а потом в какой-то момент вдруг ни с того ни с сего совершают преступление. Довольно часто убийцами оказываются нормальные люди с семьей, достатком добродушные, на которых никогда не подумаешь. Родители Алсу и Тимура так и не смогли смириться с мыслью, что преступление совершил молодой муж. Они по-прежнему уверены, что следствию было удобно не искать настоящего убийцу. Как бы то ни было, в июне, спустя полгода после трагедии, расследование было прекращено из-за смерти главного и единственного подозреваемого – Тимура Прохорова. Результаты судмедэкспертизы так и не были опубликованы. Что стало причиной убийства, этот вопрос так и остался без ответа. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова